Уральские сказы Павла Петровича Бажова завораживают своей магией. В чем кроются корни этого волшебства? Недалеко от Екатеринбурга стоит заводской поселок Сесерть. 27 января 1879 года здесь, в семье рабочего Петра Васильевича Бажова и Августины Стефановны, родился сын Павлуша. Мать была мастерицей-кружевницей. Материнское рукоделие держало семью на плаву. Вспоминается дом одного из уральских сказов Бажова. Эту обстановку автор знал изнутри. Родители Бажовы души не чаяли в единственном сыне. Мальчик рос в любви и заботе. Вечерами семья собиралась у тускло-горящей свечи. Тихо текли рассказы о полозе, горной хозяйке, самоцветах. Древние сказания будили воображение Павлуши, формировали его мироощущения. Однажды непонятная шутка изменила жизнь парня. Библиотекарь, давая ему томик Пушкина, несерьезно так приказал выучить его наизусть. Бажов так и сделал. Его учитель Николай Смородинцев был так впечатлен этим поступком, что взял на себя заботу об образовании мальчика. Павел Бажов сначала учился в Екатеринбурге в духовном училище, потом в Перми в духовной семинарии. Больше всего он любил читать. На каникулах Павел приезжал к родителям. Друзьям он рассказывал о прочитанном, увиденном, а постепенно и о сочиненном. Эти яркие и красочные истории можно считать началом творчества Павла Бажова. Павел Петрович учителем работал почти 20 лет. Сначала занялся репетиторством, потом преподавал в сельской школе, потом в духовном училище. А переехав в Екатеринбург, устроился в епархиальное учебное заведение для девочек. Он обучал разным предметам, но любимым был родной язык. Его уроки для учениц были самыми любимыми, невзирая на строгость педагога. Бажов не ограничивался программой. Самый увлеченный человек он заразил своим пристрастием и воспитанниц. Это были уральские сказания, загадки, поговорки, речевые обороты. На каникулы он давал ученицам задания – собирать и записывать их. Относился к этой работе очень серьезно. Жители глубинки – это кладезь народной мудрости и народной памяти. Поэтому девушкам выполнение задания доставляло огромное удовольствие. А для учителя же собранный материал стал бесценным для его книг. Одна из его выпускниц впоследствии стала ему женой и прожила с ним 40 лет. Не знаю, появились бы на свет сказы Бажова, если бы в детстве темными вечерами родители не рассказывали Павлуши уральские предания в обстановке тепла и любви. Как хорошо, что тогда не было ни телевизора, ни компьютера. Жил в нашем заводе старик один по просвищу Каковани. Семьи у Каковани не осталось. Он и придумал взять в дети сиротку. Спросил он у соседей, не знают ли кого, а соседи и говорят. Недавно на глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять, А одну девчоночку по шестому году никому не надо. Вот ты и возьми ее. Да несподручно мне с девчонкой-то. Парнишечка бы лучше. Обучил бы его своему делу. Пособника бы ростить стал. А с девчонкой как? Чему я ее учить-то стану? Подумал потом, подумал и говорит. Знавал я Григория, да и жену его тоже. Оба веселые да ловкие были. Если девчоночка по родителям пойдет, не тоскливо с ней в избе будет. Возьму ее. Только пойдет ли она? Соседи объясняют. Плохое житье у нее приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну И велел за эту сиротку кормить, пока не подрастет. А у того-то своя семья больше десятка. Сами недосыто едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку. Попрекает ее куском-то. Так хоть маленькая, а понимает. Обидно ей. Как не пойдет от такого житья? Да и уговоришь, поди-ка. И то правда, отвечает какова-ня. Уговорю как-нибудь. В праздничный день и пришел он к тем людям, У кого сиротка жила. Видит, полна изба народу, больших и маленьких. На гопчике у печки девчоночка сидит, А рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошка маленькая, И до того худая, да ободранная, Что редко кто в такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, А она до того звонко мурлычет, Что по всей избе слышно. Поглядел какова-ня на девчонку и спрашивает. Это у вас, Григорьева, эта подаренка? Хозяйка отвечает. Она самая. Мало одной-то, так еще и кошку драную Где-то подобрала. Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала. Да еще и корми ее. Какова-ня и говорит. Неласковые, видимо, твои ребята. У ней вон мурлычет. А потом и спрашивает у сиротки. Ну как, подаренушка, пойдешь ко мне жить? Девчоночка удивилась. Ты, деда, как узнал, что меня даренкой зовут? Да так, отвечает. Само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал. Ты хоть кто? Спрашивает девчоночка. Я, говорит, вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, А зимой по лесам за козлом бегаю, Да все увидеть не могу. Застрелишь его? Нет, отвечает какова-ня. Простых козлов стреляю, а этого не стану. Мне посмотреть охота, В котором месте он правой передней ножкой топнет. Тебе на что это? А вот пойдешь ко мне жить, Так все и расскажу, ответил какова-ня. Девчоночке любопытно стало про козла-то узнать. И то видит старик веселый да ласковый. Она и говорит. Пойду, только ты кошку-муренку тоже возьми. Гляди, какая хорошая. Про это, отвечает какова-ня, что и говорить. Такую звонку кошку не взять, дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет. Хозяйка слышит их разговор. Рада, радехонька, что какова-ня сиротку к себе зовет. Стала скорее Даренкины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал. А кошка будто тоже понимает весь разговор. Трется, ног-то, у ног-то да мурлычет. Правильно придумал, правильно. Вот и повел какова-ня сиротку к себе жить. Сам большой да бородатый. А она махонькая и носишка пуговкой. Идут по улице и кошченка ободранная за ними попрыгивает. Так и стали жить вместе детка кова-ня, сиротка Даренка да кошка Муренка. Жили-поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались. И усякое дело было. Какова-ня с утра на работу уходил. Даренка в избе прибирала, похлебку да кашу варила. А кошка Муренка на охоту ходила, мышей ловила. К вечеру соберутся и весело им. Старик был мастером сказки сказывать. Даренка любила те сказки слушать. А кошка Муренка лежит да мурлычет. Правильно, говорит, правильно. Только после всякой сказки Даренка напомнит. Деда, ты про козла-то скажи, какое? Какова не отговаривался сперва. Потом и рассказал. Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряная копытца. В каком месте топнет этим копытцем, там и появится дорогой камень. Раз топнет один камень, два топнет два камня. А где ножкой бить станет, там груда дорогих камней. Сказал это, да и не рад стал. С той поры у Даренки только и разговору было, что об этом козле. Деда, а он большой? Рассказала ей какова не, что ростом козел не выше стола. Ножки тоненькие, головка легонькая. А Даренка опять спрашивает. Деда, а рожки у него есть? Рожки-то, отвечает у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток. Деда, а он кого ест? Никого, отвечает, не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в стажках подъедает. Деда, а шерстка у него какая? Летом, отвечает, буренькая, как вот у муренки нашей. А зимой серенькая. Деда, а он душный? Какованя даже рассердился. Какой же душной! Это домашние козлы такие и бывают. А лесной козел, он лесом и пахнет. Стало осенью, какованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть. В которой стороне козлов больше пасется. Даренка и давай просится. Возьми меня, деда, с собой. Может, я хоть задалека того козлика увижу. Какованя и объясняет ей. Сдалека-то его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Не разберешь, сколько на них веток. Зимой вот дело другое. Простые козлы без роги и ходят. А этот серебряное копытце всегда с рожками. Хоть летом, хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно. Этим и отговорился. Осталась Даренка дома. А какованя в лес ушел. Дни через пять воротился какованя домой. Рассказывает Даренке. Ныне в полдневской стороне много козлов пасется. Туда и пойду зимой. А как же? Спрашивает Даренка. Зимой-то в лесу ночевать станешь. Там, отвечает, у меня зимний балаган. У покосных лошков поставлен. Хороший балаган. С очагом, с окошечком. Хорошо там. Даренка опять спрашивает. Серебряное копытце в той же стороне пасется? Да кто его знает. Может, он и там. Даренка и тут давай просится. Возьми меня, деда, с собой. Я в балагане сидеть буду. Может, серебряное копытце близко подойдет. Я и погляжу. Старик сперва руками замахал. Что ты, что ты, что ты? Статочное ли дело зимой по лесу маленькой девчонке ходить? На лыжах ведь надо. А ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я с тобой буду? Замерзнешь еще. Только Даренка никак не отстает. Возьми, деда, на лыжах-то. Я маленько умею. Какова не отговаривал, отговаривал. Потом и подумал про себя. Сводить разве? Раз побывает, а другой не запросится. Вот он и говорит. Ладно, возьму. Только чур в лесу не реветь и домой до времени не просится. Как зима в полную силу-то вошла, стали они в лес собираться. Уложил какованя наручные санки. Сухарей, два мешка, припас охотничий и другое, что ему надо. Даренка тоже узелок себе навязала. Лоскуточка взяла. Кукле платье шить, ниток, клубок, иголку, да еще веревку. Нельзя ли, думает, этой веревкой серебряная копытца поймать? Да, жаль Даренке кошку-то свою оставлять. Да что поделаешь, гладит кошку-то на прощание, разговаривает с ней. Мы, Даренка, с дедом в лес пойдем, а ты дома сиди, мышей лови. Как увидим серебряная копытца, так и воротимся. Я тебе тогда все расскажу. Кошка лукаво-то посматривает, а сама мурлычет. Правильно придумала, правильно. Пошли какованя с Даренкой, все соседи дивуются. Из ума выжился старик. Такую маленькую девчоночку в лес зимой повел. Как стали какованя с Даренкой из-за вода выходить? Слышит, собачонки-то что-то сильно забеспокоились. Такой лайк давис подняли, будто зверя на улицах увидали. Оглянулись. А это муренка серединой улицы бежит, от собак отбивается. Муренка к той поре поправилась, большая да здоровая стала. Собачонки к ней и подступиться не смеют. Хотела Даренка кошку поймать, да домой унести. Только где тебе? Добежала муренка до лесу, да и на сосну. Пойди поймай. Покричала Даренка. Не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят, муренка стороной бежит. Так и до балагана добралась. Вот и стало и в балагане трое. Даренка хвалится. Веселее так-то. А какованя-то поддакивает. Известно веселее. А кошка муренка свернулась клубочком у печки и звонко мурлычет. Правильно говоришь, правильно. Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Какованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у него накопилось. Козлиного мяса насолили. На ручных санках не увезти. Надо бы в завод за лошадью сходить. Так как Даренку с кошкой в лесу оставить? А Даренка попривыкла в лесу-то? Сама говорит старику. Деда, сходил бы ты в завод за лошадью. Надо ведь солонину дома перевезти. Какованя даже удивился. Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна. Как большая рассудила. Только забоишься, поди одна-то. Чего? Отвечает. Бояться. Балагану на скрепке. Волкам не добиться. И муренка со мной. Не забоюсь. А ты поскорее ворочайся все-таки. Ушел какованя. Осталась Даренка с муренкой. Днем-то привычно было без каковани сидеть, пока он козлов выслеживал. А как темнеть стало, запобаивалась. Только глядит, муренка лежит спокойнехонько. Даренка и повеселела. Села к окошечку. Смотрит в сторону покосных лошков и видит. По лесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, разглядела. Это козел бежит. Ножки тоненькие, головка легонькая, а на рожках по пяти веточек. Выбежала Даренка поглядеть, а никого нет. Воротилась да и говорит. Видно, задремала я. Мне и показалось. Муренка мурлычет. Правильно говоришь. Правильно. Легла Даренка рядом с кошкой. Да и уснула до утра. Другой день пришел. Не воротился каковани. Скучненько стало Даренке. А не плачет. Гладит муренку. Да приговаривает. Не скучай, муренушка. Завтра деда непременно придет. А муренка свою песенку поет. Правильно говоришь. Правильно. Посидела опять Даренушка у окошка. Полюбовалась на звезды. Хотела спать, ложиться. Вдруг по стенке топоток прошел. Испугалась Даренка. А топоток-то по другой стене. Потом по той, где окошечко. Потом где дверка. А там и сверху запостукивала. Не громко. Как будто кто легонький. Да быстро ходит. Даренка и думает. Не козел ли тот вчерашний прибежал? И до того ей захотелось поглядеть. Что и страх не держит. Отворила дверку. Глядит, а козел тут. Вовсе близко. Правую переднюю ножку поднял. Вот топнет. А на ней серебряное копытце блестит. И рожки у козла о пяти ветках. Даренка не знает, что ей делать. Да и манит его, как домашнего. Мика! Мика! Козел на это никак. Повернулся и побежал. Пришла Даренушка в балаган. Рассказывает Муренке. Поглядела я на серебряное копытце. И рожки видела, и копытце видела. И видела только, как тот козлик ножкой за роги камни выбивает. Другой раз видно, покажет. А Муренка, знай, свою песенку поет. Правильно говоришь. Правильно. Третий день прошел. А все какова ни нет. Вовсе затуманилась Даренка. Слезки запокапывали. Хотела с Муренкой поговорить, а ее нету. Тут вовсе испугалась Даренушка. Из балагана выбежала кошку искать. Ночь. Месячная, светлая, далеко видно. Глядит Даренка. Кошка близко на покосном лошке сидит. А перед ней козел стоит. Ножку поднял, а на ней серебряное копытце блестит. Муренка головой покачивает, а козел тоже. Будто разговаривают. Потом стали по покосным лошкам бегать. Бежит, бежит козел. Остановится и давай копытцем бить. Муренка подбежит. Козел дальше отскочит. И опять копытцем бьет. Долго они так-то по покосным лошкам бегали. Не видно их стало. Потом опять к самому балагану воротились. Тут вспрыгнул козел на крышу. И давай по ней серебряным копытцем бить. Как искры из-под ножки. Камешки посыпались. Красные, голубые, зеленые, бирюзовые. Всякие-всякие. К этой поре как раз Какованя и вернулся. Узнать своего балагана не может. Ведь он как ворох дорогих камней стал. Так и горит, переливается разными огнями. Наверху козел стоит. И все бьет, да бьет серебряным копытцем. А камни сыплются, да сыплются. Вдруг Муренка скок туда же. Встала рядом с козлом. Громко мяукнула. И ни Муренки, ни серебряного копытца не стало. Какованя сразу полшапки камней нагреб. Да Даренка запросила. Не тронь, деда. Завтра днем еще на это поглядим. Какованя и послушался. Только к утру-то снег большой выпал. Все камни и засыпало. Перегребали потом снег-то. Да ничего не нашли. Но им и этого хватило. Сколько Какованя в шапку нагреб. Все бы хорошо. Да Муренке жалко. Больше ее так и не видали. Да и серебряная копытца тоже не показался. Почешил раз. И будет. Продолжение следует.